Добрый день. Команда на данный момент закончила мировую сферу, с положительным результатом добилась маленькой победы, завоевала путёк и на следующий год участвовать в мировой сфере. Эта команда даёт неоценимую пользу и в первую очередь уверенность игрокам, которые скажутся на предстоящих матчах в Москве, на первом туре чемпионата Европы и на отборочные турниры, которые провели в Монархо. Мы готовимся в шахтном режиме, все игроки практически здоровы и мы очень рады, что этот турнир будет проходить не первый год уже в Москве, и в первую очередь это будет проходить в натуральной базовой зоне, на которой будут показаны хорошие матчи. У нас всё готово, мы готовы к борьбе и показывать красиво. Спасибо. Владимир Ростровушкин, капитан нашей сборки, пожалуйста. Добрый день. Уже всё сказали, мне только хочется попросить вас, журналистов, чтобы с помощью вас о этом событии как можно больше людей узнало и пришли поддержать вашу команду, так как, как говорится, за нами Москва, за нами Россия, будет любиться до конца. Спасибо. Вопросы, коллеги? Не забывайте представить. Пожалуйста, по ответу. Вопросы, а сколько команд и из каких стран примут участие? Кто вы считаете, главному человеку не петь? А что мы не представляем? Хотел бы сказать, ну что? Что там не правда написано? Значит, в данном туре примет участие 12 команд. Это группа А, это сильнейшие команды, которые получили коммуникацию и играют в рейдинге. Команда по итогам трёх туров, занявших последнее место, выбывает в группе Б. 12 команд, которые примут участие, вот здесь мы увидим и Францию, и Англию, Шотландию, Ирландию, Испанию, Германию, то есть 12 стран. Будут покрыть более подробную информацию, есть группа А, то есть внешние команды Европы принимают участие в этих соревнованиях. Да, пожалуйста. Это все сборные, которые по независимой причине не попали, или в мировую стрельню не попали, или не стали победителем своего континента. На данный момент осталось на путём, что и все команды, которые заняты, грубо говоря, вторые, третьи места в своих регионах, собираются в Монарк и будут разыгрывать одну пределку. Чемпионы, да, мировой группы. С Африки, Океании, с Америки, с Европы, и с Европы. Более многочисленная группа команд, которые поставляются на этом турнире, это с Европы, четыре команды. По итогам прошлого года сборная Англии ушла на Олимпийские игры, как занявшая команду четвертое место в мировой серии, а сборная Франции как чемпионка прошлогоднего турнира. И на данном чемпионате Европы не будет играть сборная Англии, сборная Олимпийские игры, сборная Штанги, сборная Штанги отказался участвовать. Будет участвовать Британия-1, Британия-2. Британия-1 будет представлена команда сборной Англии, Британия-2 будет представлена сборная команда Олимпийских игроков. А Шанс у России как? В России. Следующий вопрос, пожалуйста. Почтаем, где он? Байк, пропускай. Не, не. Любимый Александр, всемирные новости, два вопроса в стиле Блиц. А КТВен Монарил приезжает? Нет. И второй вопрос. Этап чемпионата Европы в Москве проводится уже много раз. А в планах есть провести заключительный финальный этап чемпионата Европы? Последний. Какой-нибудь из будущих. Мы проводили в 2013 году. Александр, мне больше правильно говорить. Мы много раз это проводили. И если кому-то будет интересно, я вам расскажу. Вчера мы в Петербурге. Букву Киво-10 чемпионат провели. Вот еще они претензии на проведение финала. Нет, Владимир Яковлевич, если любимых выйдет поиграть, то тогда перейдет. Да у нас есть место. Есть место. Андрей, есть честок? Есть. Давай. Давай. Кто бы желательно было? Александр. Александр Григорьевич, пресс, Ваня. Место мяча. Борис, конечно. Ну, понятно. Во-первых, я буду говорить, уважаемым приедем. Очень приятно, особенно Александр Григорьевич, суббит. Бывает? Ну ладно, я не об этом. Валерий Ковальевич, вот вы с удовольствием вспомнили свой интернет. Валерий Ковальевич, пресс, Валерий Ковальевич, пресс, Валерий Ковальевич, суббит. В лужники мы едем свободными. Понятен вопрос будет. Понятен? Спасибо. Значит так. Это наш богатый Евгений Ковальевич, Валерий Ковальевич, в честь его победы в РФП. Да, специально. Специально сделаем. Ну а если серьезно, то я тебе предлагаю проедить по Москве, заедить еще одно место, где есть возможность поиграть в райк Веселье. В лужники в ремонте у нас. Закрыт нет там сейчас. Ничего не полярное, ничего не было. Все готовится к чемпионату миру. Нет, тем не менее, там они проводили вечер, посвященный 9 мая. Вечер красивый. Вечер, посвященный 9 мая, то уже эти снимания там не раздевалось, как здание смесено, которое там стояло раньше, на спортивном городке. Ну у нас, надо видеть, здание-то нет где-то. Я хотел вообще вам этот вопрос задать, но вы всегда так сложно со мной общаетесь. Инфраструктуру. Ну а как, у тебя сложные вопросы, я сложный вечер. Я не знаю. А здесь очень, вот приедете, вы видите, очень хороший, компактный стадион, очень удобный, с очень хорошей инфраструктурой. Все, что необходимо для того, чтобы ребята не играли. Еще один важный момент, как сказал уже Андрей, там хорошее, натуральное горько, что для рэкбе очень важно. Правильно? Да, если просто по сладони тур проводился на инфраструктном покрытии, в общем-то много внимания. Да, на северном метре. Может, благодаря организаторам этого турнира, потому что они засыпали возможность проводить эксперимент на натуральном городе. Там очень хорошие натуральные горько. Я не против, с удовольствием, просто с рисками, понятных слов, что это такое центральный спортивный клуб, а дальше что-то. Да, чуть-чуть, ахренеть. Чисто не знаю. Ну, мне кажется, я не знаю, что такое ЦИФСКА, что такое ГИЛИК, а вон, представь, Африку, Аляску, ну, не знаю, сами это не имеет никакого отношения. Пока ГИЛИК впереди Федуна, к нашему, когда всегда нет, понимаете, да. Так что лучше не сперешить другую форму, извините, но, да. Спасибо, Борь, живенькая у нас пресс-конференция, у кого еще есть вопросы? Корай Фалерий, мне опять, мне к Андрею Саровову вы сказали о том, что наши команды в порядке, травмирования практически нет, и их нет вообще, форма оптимальная. Но вот о соперниках, вот кто, ну, главный, я не говорю, например, про Францию, у нас есть там заглядные друзья в виде Грузии, которая всегда играет по-особенному. И поэтому, кого привезли соперникам, вы же знаете, на Минкасе остались. На тот момент я вам не могу сказать, кого привезли соперники. По сбору Грузии я вам могу сказать, что у них больше в приоритете Рэгби-15 стоит, и в Рэгби-7 у них, так сказать, ближайшая перспектива, которая рассматривается в Рэгби-15, и в Рэгби-7 играет. Да, соперники у нас все те же самые, как вы сказали, потому что не считая там французов и англичан, те же литовцы прибавляют, португальцы, испанцы хорошие команды, немцы, бельгийцы. Все, нельзя никого списывать со счетов, любая команда может выставить, если вы свидетели в прошлом году за чемпионатом Европы, те же бельгийцы смогли дойти до финала игр во Франции, и спокойно играли, никто их не мог остановить. Ну, то есть, команда может показать высокий класс игры, и нельзя, ни перед кем, кто бы ни был, та же самая Польша, ни с кем нельзя расслабляться, даже не мальчику настраивается, и все будет. То есть, интрига будет до конца, но пока не понятно, не стал понять состава, да? По составу я не могу, судя на вас. Спасибо. Ну, то, что мы видели, скажем так, на предыдущих турнирах, о брошенном турнире сейчас в Гонконге участвовала сборная Испании, то по прошествии прошлогодним годом, ну, практически состав не изменился, который у них участвует. Я хотел договорить, после того, как включили в РАГБ-7 программу лепейских игр, подходы и отношения, и программа подготовки, она существенно изменилась. Взять поляков, они сейчас пригласили южно-африканских специалистов, библиотекистов юниор, которые в свое время работают с Соборной Россией, сейчас работают с Соборной Польшей. В Германии тоже самое пригласили ряд специалистов, то есть совершенно другой подход стал, поэтому тут сюрпризов ждать можно от кого угодно. Еще вопросы есть? Ну, можно я еще маленький вопрос, как вы говорите? Ну, как я вы говорите? Еще один, реверс-конференция. Владимир Николаевич, а что вот РЭГБ-11, а Камалитина, а это что, вы же Камалитина, нет такого в виде спорта? Ну, мне очень сложно это комментировать, потому что совсем другой вид спорта. У них другая Ратикаль, другая Международная Федерация, другая Европейская. Я единственное, что могу прокомментировать, что этот вид спорта, как вид спорта, исключен из государственного реестра. В России, у них отозвана аккредитация, и если вот буквы закона, то такого вид спорта у нас нет. Борис, у вас все? Не, да я вообще, ну зачем? Уже не кредит? Нет больше вопросов. Ну, наверное, последний вопрос. Да, ну, смотрите, вопрос такой, скажете, вот, ну, вот, разборные, ну, вообще-то знаете, но вот кто мне это представлен? В основном исключения есть из-за региона здесь. И еще, вот, я тоже, опять, в территории, как-то зыко скрещать, я думаю. Вспорта представлена у нас регионом, центральным регионом, это Московская область и Краснодарский край, а также Красноярский край, из этих регионов присутствуют игроки в сборной России. На теле, по телевидению, как я знаю, в прошлом году показывали матч, и, думаю, то, что надо, это также до трансляции. По телевидению ведется работа, я думаю, не сегодня, не завтра у нас будет несколько вариантов, пока не хочу разручивать, но там, сами понимаете, вы экономите. Спасибо всем за честь и присутствие, и ждем вас в старом новом стадионе «Октябрь» на увлекательных матчах «Парэль-Висей». Спасибо. Спасибо. Спасибо.